Привет, мои хорошие! Меня зовут Дарья, и я рада приветствовать вас на своей страничке. Канал ДерриАрт рисовать может каждый, и сегодня мы с вами продолжаем разговор про масляную живопись, точнее про масляную технику а-ля прима. Если вы не видели предыдущее видео и вообще не понимаете, о чём я сейчас говорю, лучше посмотрите его, прежде чем смотреть этот ролик. А если вы уже видели предыдущее видео и с нетерпением ждёте узнать, что же такое а-ля прима, и как писать маслом по-сырому, то оставайтесь со мной. Итак, у нас, можно сказать, вести с полей, потому что я только что закончила писать данную картину и решила на её примере рассказать вам, что такое а-ля прима. Итак, а-ля прима это техника письма по-сырому, то есть масляная краска не сохнет, не просушивается каждый слой, а продолжается письмо и пользуется эффект масла, эффект вот этой вязкости, то есть краски могут тушеваться, и с помощью именно этих приёмов создаётся картина, ими художники пользуются. Итак, первым делом холст покрывается либо растворителем, либо тройником, двойником, длинным маслом, лаком домарным, всё зависит от того, чем вы пишете масляными красками. Я пишу на тройнике, потому что мне нравится на тройнике писать больше, именно в этой технике. Для меня растворитель высыхает слишком быстро и не даёт плотности красочного слоя. Масло льняное для меня слишком глянцевое и слишком тягучее, то есть слишком непослушное. Лак домарный для меня слишком сильно пахнет, а вот тройник, это такая золотая середина, то есть тройник, если вы не видели предыдущее видео, посмотрите, узнаете, что это такое, он именно даёт все свойства маслу, которые мне нужны. То есть масло плотное, немножко схватывается во время работы, то есть немножко подсыхает, но в то же время остаётся очень пластичным и хорошо растушевывается. Первым делом я покрываю холст полностью тройником, тонким слоем растушевываю. В этот раз я использовала такие вот бытовые салфетки, да, вот так вот они выглядят. Вообще не советую вам этого делать, потому что остаются на работе катышки, которые я потом, можно сказать, большую часть времени убирала пинцетом, поэтому возьмите какую-нибудь хорошую тряпку, лучше всего брать какую-нибудь старую простынь. Нужна та тряпка, которая не будет отдавать нитки и не будет создавать катышки на вашем холсте. Идеально подходят старые простыни, но, к сожалению, на данный момент у меня нет старых простыней и в магазинах тканей тоже поближе не было, я взяла эти бытовые салфетки и очень-очень сильно пожалела. Поэтому не совершайте моих ошибок. Итак, первым делом мы закрываем холст тонким слоем тройником, после чего делаем разметку. Разметка делается цветом, любой кистью, которая вам удобна, набирается немножко масляной краски, добавляется чуть-чуть тройника, то есть краска должна быть консистенцией такая, как жидкая сметана. И мы начинаем делать разметку. Разметку делают не точную, то есть не делают точного построения. Примерно намечают формы объектов, где что находится, композиция находится, местоположение, размер, все это размечается. И после этого я делаю подмалевок. Кто-то не делает подмалевок и сразу начинает писать толстым красочным слоем, но мне удобнее работать с подмалевком, потому что, еще раз повторюсь, многослойная живопись у меня в крови. Вы посмотрите, как вам будет удобно, но я считаю, что подмалевок необходим. Он определяет еще больше контур предметов, позволяет вам... То есть он дает такую цепкость и позволяет следующий красочный слой накладывать более плотным слоем, потому что на голый холст, даже на который смазан, неважно чем, растворителем, тройником, маслом, вам все равно не даст такой плотности, как подмалевок. Поэтому я также тряпкой, опять же, этой же плотовой салфеткой, не делайте так. Даже сейчас на видео, наверное, видите вот эти вот катышки, которые я потом в конце работы буду собирать. Я начинаю растирать, втирать краску. По тройнику она очень хорошо тушуется. То есть я нахожу цвет предметов, нахожу цвет фона. Все это хорошенечко растираю, чтобы красочный слой обязательно был тонкий. Потому что толстый красочный слой не даст вам наложить следующие слои масляные, он будет двигаться. Поэтому мы все хорошенько растираем. После чего я уже начинаю работать кистью и руками. То есть постепенно начинаем прописывать каждый элемент. То есть по такому подмалевку работать очень удобно. И мы, можно сказать, начинаем прям на работе цвета стушевывать, делать плавные переходы. И так вся работа и прописывается. Единственное, что нужно учитывать, это что густота краски должна быть хорошая. То есть вы не разводите как акварель. Вы добавляете до такого состояния, чтобы масляная краска была уже такая, как цвета, она густая. И не нужно добавлять много растворителя, потому что, в моем случае тройник, когда краска очень жидкая, она начинает течь. Нам этого не нужно. То есть часто обновляем цвет, кисть постоянно протираем салфеткой. Если вы хотите поверх темного слоя краски положить светлый, то это место лучше вытереть салфеткой, прежде чем положить светлый тон. Потому что, вы сами понимаете, масляная краска, она подвижная. И когда вы будете уже по сырому слою, например, по зеленому, на моем случае, накладывать яркий оранжевый, то это не получится, если нижний слой будет подвижный. А так как мы пишем по сырому, то вот те участки, которые вы хотите высветлить, сначала вытираются тряпочкой, либо салфеточкой, и только потом накладываются светлые оттенки. И еще вам нужно учитывать, что когда вы пишете по сырому, у вас есть вероятность того, что цвета станут ненасыщенными, станут грязными, из-за того, что вы будете забывать протирать кисть. То есть, вы должны понимать, что у вас нет банки с водой, которая позволяет вам мыть кисть. У вас есть тряпка в руках, которой вы постоянно протираете кисть. То есть, постоянно это должно дойти до автоматизма. То есть, вы сделали несколько мазков, и если вы делали мазки, например, по темному слою, то вы должны понимать, что вот этот вот темный слой сейчас у вас на кисти. И если вы в свою светлую палитру полезете этой грязной кистью, ваш цвет на палитре станет грязным. То есть, прежде чем залезть на палитру и обновить цвет, вы должны обязательно протереть кисть. И протирать кисть нужно обязательно. Вот именно это и фишка маслой живописи. У многих не получаются картины маслом не потому, что они плохо смешивают цвета, либо плохо накладывают мазки, а только потому, что они забывают протирать кисть, и палитра, и цвета становятся серыми. Потому что в технике Аля Прима не смешивают больше трёх пигментов, больше трёх оттенков, потому что получается серость. Возможно смешение большего количества пигментов, но это точно не в этой технике. И вообще, я считаю, данная техника не подходит для новичков, потому что если вы новичок и никогда не писали маслом, то вам нужно каждый слой просушивать. То есть, глядя сейчас вот этот видеоряд, вы должны понимать, что первым делом вам нужно сделать подмалёвок, да, как я делала первый раз, и вам его нужно подсушить, и его лучше сделать тогда на разбавителе, и так далее, каждый слой просушивать. Но про многослойную технику живописи, если вам будет интересно, я могу рассказать в следующем видео, обязательно напишите об этом в комментариях. И, как я и сказала, многослойная живопись у меня в крае, и поэтому данную картину я ещё пару часов прописывала уже сегодня, и теперь картина, на мой взгляд, считается законченной. То есть, я добавила больше оттеночков, углубила тени, уточнила форму, потому что всё равно, когда вы пишете за один сеанс, глаз замыливается, вы не видите всех деталек, и всё равно по уже подвижному слою работать сложно. Но единственное ещё, что нужно учитывать, это то, что ваша рука постоянно на весу, и если вы новичок и никогда не писали маслом, то, конечно, данная техника вам будет очень сложна, и только из-за того, что вот этот вот тремор в руки, от него никуда не деться, его нужно только принять и пользоваться им. А у тех, у кого рука трясётся, конечно же, будет сложновато в данной технике писать, так как слой влажный, вы не можете прислонить руку к холсту, она постоянно на весу. И это тоже нужно учитывать. То есть нельзя прижиматься к холсту, то есть вы постоянно пишете-пишете, протираете кисть, и работа так постепенно и складывается. То есть это и есть техника а-ля прима. Как я и сказала, возможно, дальнейшая мелкая проработка, то есть я не полностью перекрывала все слои, я сделала фон темнее, я добавила больше теней, углубила, немножко проработала ещё ткань, то есть мелочи добавила, какие-то детальки на столе, то есть такие детальки, которые оживили работу, на мой взгляд. Но, можно сказать, это тоже по-сырому, так как картина ещё не высохла, тройник, он сохнет не так быстро, то есть краска, конечно, схватывается, но всё равно, если вы до неё дотронетесь, эта картина, она ещё влажная, и руки вы запачкаете. Поэтому даже вот на второй день у меня получилось. Тоже, можно сказать, по-сырому, так как я не могу прикасаться к холсту, но уже вот по такому чуть подсохшей работе уже можно накладывать мазки поверх без протирания тряпкой, без вытирания тряпкой. То есть уже они лучше ложатся. И поэтому написание картины на два сеанса я считаю идеальным. Поэтому, если вы уже работаете маслом и хотите писать большие картины не неделю, а за два дня, ну так примерно я говорю, то присмотритесь к технике Алиаприма и попробуйте именно с помощью растерок, растушёвок создавать ваши работы. Надеюсь, данное видео было для вас полезным, интересным, потому что данная техника не является моей любимой, но частенько я ей создаю такие более подробные, плотные подмалёвки, которые просушиваю, и потом продолжаю детально прописывать. То есть я так могу дней пять, каждый день потихонечку картину прописывать, и у меня получается что-то между классическим подходом и подходом Алиаприма. Итак, если видео было полезным и интересным, то обязательно напишите об этом в комментариях, если вы хотите узнать ещё поподробнее про другие техники живописи маслом, про имприматуру, про многослойную живопись, то обязательно напишите об этом в комментариях. Постараюсь сделать такие же ролики и с вами ими поделиться. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арк. Пока-пока!